Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня поговорим с вами о бедности и богатстве. Тема, конечно, непростая. Вообще простых тем нет. Начни копать и замучаешься. И Златоуст говорит, что внимание, то есть премудрость, я опускаюсь в глубину мыслей. То есть внимательно будьте, потому что я ныряю в глубину. Вот тема богатства и бедности, здоровья и болезней, смерти и жизни, все это очень печет человека, печет. И нужно сказать, что мы сегодня еще не преодолели соблазны коммунистической эпохи. В те времена благословенные, когда мы были маленькими, а старшие сегодняшние люди были молодыми, значит, мы жили, когда богатые, это было оскорбление. Все были средненькими такими, вот. И богатство было признаком таким вот, значит, порицания, осуждения такое. Ну, была такая война с богатыми была такая. Мы сегодня еще не изжили это в том смысле, что до сегодняшнего дня мы смотрим на богатых, как на воров, злодеев. Это правда иногда, иногда неправда. Мы часто путаем эти вещи. И наши люди такой, сохраняют такой рецидив, такого тупого коммунизма. Такое, вот, все, забрать, поделить, такое. На этом фоне можно прийти к власти любому проходимцу и болтуну. Такое, вот, давайте сейчас заберем, поделим такое наше. Давайте заберем и поделим. Потому что много жадных, много завистливых людей, много таких стихийных коммунистов, в худшем варианте. Между тем, братья и сестры, вы знаете, что неравенство – это одна из сторон Божьей премудрости. То есть, в мире не должны быть все равны. Люди должны быть неравны. Потому что неравенство дает место любви. Когда все одинаковые, все одинаково богаты, все одинаково здоровы, все одинаково красивы, то кого жалеть, помогать кому, кого защищать, с кем делиться? Каждый самодоволен, самодостаточен. Такое слово, такое мерзкое, проклятое, такое слово. Самодостаточен. Я самодостаточный человек. Хотя кто из нас самодостаточен? Никто. Ангелы тоже не самодостаточны. Им нужна энергия Божия, она питается благодатью. То есть они без Бога никто. А мы так говорим, я сам, я все сам. И вот бедность, неравенство, скажем так, неравенство – это благословенная вещь. Когда есть любовь и есть неравенство, то всем хорошо. Когда есть неравенство, но любви уже нету, тогда всем плохо. Тогда люди требуют справедливости и равенства. То есть свобода, равенство и братство. Это тогда, когда любви нету уже. Златоуст в пятой, кажется, или шестой беседе на чтении о богаче и Лазаре рассуждает о том, что богатый больше несчастен, нежели бедный. Он приводит такие аргументы, объясняет эту мысль так, что самое простое у бедного есть в изобилии, а у богатого этого нет. Вернее, оно есть у него, но богатого этого не замечает. Говорит, самое лучшее питье какое? Златоуст спрашивает. Ну, какое? На раз, два, три. Вода. Когда есть жажда, то вкуснее всего пить воду. И вода, чистая, простая вода, вкуснее всякого другого. Вкуснее сока, вкуснее вина, вкуснее чая, вкуснее кофе. Вода. Златоуст спрашивает, богатый, вкус воды знает ли? Нет. Богатый испортил вкус кофеями и чаями, винами, такими винами, сякими. Он не знает простого, а бедный рад простому. Вино для него это как манна, как амброзия, как нектар. А вода – это его пища обычная, это его питье. Вот, и он радуется этому. В этом смысле, говорит Златоуст, бедному легче и лучше, потому что он наслаждается простым и ценит маленькое. Или еще он говорит такую, значит, такую мысль. Сон. А кто спит лучше? Спрашивает Златоуст. Он говорит, конечно, бедный. Даже, по-моему, и у Соломона в притчах есть такое, что сладок сон бедняка. Много, мало ли он съест. А богатый ворочается на ложе своем. От присыщения, от объедения человек не может заснуть, и у него все меняется. Днем он спит, ночью бодрствует, ест, когда не хочет есть, когда нет голода, пьет без жажды, спит, когда не хочет спать. Все меняется, и он портит жизнь свою. В этом смысле бедный гораздо лучше богатого, говорит Златоуст. Можно поспорить с ним, и многие поспорят с ним. Я спорить не буду, потому что я с ним согласен. Он прав. Действительно, стакан воды во время жажды или тюфяк с одеялом простым на деревянный топчение какого-нибудь такого, он слаще, чем пуховые перины, когда ты спать не можешь, и ворочаешься, и потеешь под этой периной, значит, такой не знаешь, куда себя деть через ночь. Молиться не умеешь, читать не хочешь, ночь длинная, и вот не знаешь, куда себя деть. То есть в этом смысле он совершенно прав, я с ним согласен. И таких мыслей набирает много. Ну, например, такую вещь он еще говорит. Если бы все были богаты, говорит он, у нас бы не было ни сапожника, ни дворника, ни извозчика, ни сторожа, ни рудокопа, ни углекопа, ни сантехника. Ну, никого бы не было, потому что все были бы тогда кем? Владельцами ювелирных магазинов, владельцами больших предприятий, модельерами, в крайнем случае, или кем-нибудь еще. А кто бы тебе, модельеру, или продавцу ювелирного магазина, скажем, поставил бы унитаз в санузле? Кто? Богатому это, простите, ему, значит, я не хочу это слово говорить, значит, такое, ему, ну, не позволяют его богатые понятия, значит, у него унижаться до столь простого труда. Но бедность, Салтаус говорит, она как приставник стоит возле человека и заставляет человека трудиться, любым трудом зарабатывать себе на хлеб и быть полезным. Потому что, не дай бог, были бы мы все богатыми, мы бы стали все праздными, мы были бы ленивые, вальяжные, не спешащие никуда, а подождут, я потом приду. Вот, и мы бы занимались бы только такими, такими радикально чистыми вещами, такими, куда бы нам, значит, такое, кран поменять, например, или там в трубу залезть, что-нибудь там перекрутить такое, или уголь загрузить, скажем, там, или вынести из вагона, вагон разгрузить. Хо-хо-хо, богатого, найди богатого, который вагон разгрузит. Ноги сотрешь, не найдешь ни одного. Значит, я заплачу, и они придут. Вот, придут бедные разгрузить. Если бы не было этого неравенства, братья и сестры, мы бы утонули в собственных отходах. Мы бы умерли в собственной грязи, потому что богатые, но не смогли бы себя обслужить и себя обеспечить. Поэтому Златоуз говорит чудные слова и правильные слова. Говорит, если ты такой-сякой, добавляю себя, паразит-то этакий, значит, такой гордый, тупой человек, имеешь чуть-чуть больше, чем другие. Если за тобой ходят другие и стирают и гладят за тобой, убирают и моют за тобой, там, тебе окна помоют, в коридоре протрут, значит, там, не знаю, что еще сделают, такое, там, вывезут, подвезут, такое. Я говорю, если ты при этом еще охамеешь и посчитаешь себя лучше всех на свете, ух, берегись, паразит, ты такой от себя добавляешь, Златоуз такого не говорит. Потому что завтра, ну, самое дальшее послезавтра, заберут в тебя все, и ты, белоручка, помрешь на мусорнике. Тебя бомжи к себе не возьмут, потому что бомжи, по крайней мере, там, побираться умеют, а тебя будет гордость запинать, и тебе сдавит горло, что ты просил милости. Не сможешь даже, говорит, дайте мне на хлеб, не сможешь от гордости просить, значит, помрешь быстро, быстрее всех помрешь. Бедность – это некое благословение, знаете, то есть есть очень святые люди, которым Бог уделял очень большую бедность. Это нам, грешным, Бог дарит комфорт, потому что мы очень слабы и очень быстро впадаем в уныние. Чуть-чуть там, значит, холоднее в квартире, чуть-чуть там, значит, чего-то там не хватает, там нет теплой воды, там, значит, лифт не работает, там. И мы психуем, мы нервничаем, такой, ах, какая жизнь несносная, какой кошмар, начался кошмар для нас. Вот, а на самом деле самые хорошие люди, они добровольно принимали от руки Божьей большую бедность и большую скудость, потому что в скудости проявляется величие души человеческой. В бедности тоже есть смысл, братья и сестры, есть большой смысл в бедности, и многие богачи, дошедшие до больших вершин богатства, находили удовольствие на то, чтобы раздавать свой бизнес другим людям, умелым и опытным, которые не погубят его, но продолжат. А сами уходили в древности пасти овец, сегодня уезжают в деревню, пахать землю, там, страусов разводить, не знаю, что еще. В этом есть особенное благословение – все иметь и все отдать, почувствовать, что он тебя душит и давит, и что в простоте ты ближе к смыслу, ближе к себе самому, ближе к земле, ближе к людям, ближе к самому Богу, в конце концов. Так что вопрос богатства и бедности – это очень важный вопрос. Завидовать богатым нельзя. Бедный и завидующий – он почти что демон. Богатый и гордящийся – тоже демон. Вот так вот демоны демонов съедают. То есть гордых богачей съедают завистливые бедняки. Но если богатый милостив, а бедный смирен, тогда на земле рай. Потому что в раю у праведников длинные вилки, двухметровые, сам себя не накормишь, зато наколешь и дашь другому, а он наколет – даст тебе. Вот так спасаются люди. Без зависти, без гордости и без жадности. Дал бы бог нам хоть немножко этому научиться. Это сегодня я говорил про то, что Златоуст говорит в пятой беседе на притчу о богаче и Лазаре. Не думайте, что я от себя сам выдумал. Это все святой Иоанн. Это он. Если хотите ругать кого-нибудь, то его ругайте. Меня не ругайте, потому что я просто пересказываю то, что прочитал и запомнил. А то меня еще некоторые часто еретиком называют, что выдумывают такое. То я не выдумываю. Я говорю, пересказываю вам, собственно, то, что сказали лучше меня те, кто лучше меня. За сим прощаемся. И в надежде на скорой встречи я говорю вам, будьте благословенны. Господь с вами. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!